Единый государственный экзамен – важный и ответственный этап для одиннадцатиклассников. Чтобы чувствовать себя уверенно на экзамене, выпускникам важно как можно раньше начать подготовку к ЕГЭ, стараться вникать в материал и заниматься предметами регулярно. Такой совет дают те, кто уже прошел через итоговые экзамены – студенты СРФТИ. Я бы советовал сначала 10 класса, если можно, то уже даже с лета. Потому что вот условно все же понимают, на какой нужен балл. Там 80+, 90+. И на этот балл нужно освоить определенный объем информации. То есть определенный объем знаний у тебя должен быть. И, конечно, понять все это за два года гораздо проще, чем за один. Часто у учащихся и родителей возникает вопрос, нужно ли для подготовки к ЕГЭ нанимать репетиторов по всем предметам. Как правило, выпускники готовятся к итоговым экзаменам с индивидуальным преподавателем или ходят на подготовительные курсы. Но студенты СРФТИ по своему личному опыту знают, что самое главное в подготовке – это личная мотивация и самодисциплина. Я просто изначально осознала, что это нужно для меня и для моего будущего. И это дало мне мотивацию готовиться и стараться при подготовке, чтобы поступить в ВУЗ, который я хочу, и на направление, которое я хочу. При этом, конечно же, стоит понимать, что наше будущее зависит только от нас. И если ты сейчас не вложишь в себя как можно больше, потом ты поймешь, что сделал большую ошибку. Можно идеально выучить весь материал, но ничего не получится без благоприятной атмосферы дома и в школе. Родители, учителя, друзья – это ближайшее окружение 11-классника. В период подготовки к ЕГЭ важно поддерживать ребенка, верить в него. И самое главное – не паниковать и сохранять спокойствие. Нужно создать такую атмосферу, чтобы ребенок почувствовал свои силы. Как всегда я говорю на занятиях, то есть у вас знаний достаточно. Нужно только правильно эти знаниями распределиться во время экзамена. Поэтому нужно, чтобы была благоприятная обстановка, чтобы ребенок мог заниматься, отлечь его от каких-то посторонних дел, возможно, поменьше, чтобы он занимался домашними делами. Чтобы снизить стресс перед экзаменом, нужно при любой возможности испытывать свои силы в пробниках и на различных олимпиадах. Не стоит пренебрегать и такой простой вещью, как режим дня. Полноценный сон помогает перезагрузиться и восстановить силы. Светлана Юрунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.